так влияние спорта и здоровых привычек на жизнь потому что мы хотим как можно больше получить и не делать ничего то есть спорт это не про удовольствие вообще в принципе спорт это как бы не про кайф именно таких людей хочется брать на работу именно с такими людьми хочется проводить время потому что они веселые потому что не говорят о возможностях и соответственно вот та точка где он здесь здесь и сейчас это есть ровно то что он выбрал привет друзья это канал джазпанк это я левченко миша сегодня хочу с вами поговорить о том как здоровье и спорт влияют на нашу жизнь и поделиться личным опытом я считаю критически важным сказать вам до этого подписаться на канал потому что помимо этой рубрики стакан чая где я делюсь чем-то из своей жизни есть еще подкасты есть еще даже новости самые альтернативные самые непредвзятые самые веселые под названием всраты поэтому чтобы вы не забыли обязательно рекомендую вам подписаться на канал окей вообще в принципе о чем канал то собственно говоря какого хера тут сижу и об этом рассказываю это такое психология простого парня то есть здесь мы учимся все вместе жить лучше делать свою жизнь лучше и помогать в этом окружающим так уж получилось что я в свое время сделал нечто подобное такую трансформацию исторически сложилось так что имею возможность этим поделиться вот поэтому нажмем лайк и погнали и так влияние спорта и здоровых привычек на жизнь то есть я не буду говорить о том что заниматься спортом полезно или кушать полезно и так далее мне кажется это как бы понятно вообще в принципе и говорить об этом не стоит вот я бы хотел поговорить чуть глубже то есть что такое занятие спортом вообще в принципе она подразумевает что человек способен своей жизни делать то что не хочется или не всегда хочется понимая что это приносит благо в его жизни и приносит пользу это очень интересный очень важный момент вот то есть спорт это не про удовольствие вообще в принципе спорт это как бы не про кайф то есть для того чтобы получать от преодоления вот этих вот каких-то ненужных нашей тушки вещей давайте так тут есть небольшой сарказм то есть я считаю что наш мозг ну я считаю вернее уже давным давно это исследовано и доказано что мы как тело как кусок мяса фактически то есть мы заинтересованы делать как можно меньше и получить как можно больше и мы создали себе настолько классные условия по жизни что они позволяют толстеть и болеть и так далее и тому подобное поэтому мы должны своей вот как бы головой своей же то есть рационально объяснить себе что это полезно и нужно для жизни начинать шевелить булками для того чтобы получить определенные блага разгрузить свое тело чтобы но от лишнего веса там да или от лишних каких-то заболеваний которые мешают ему жить и это ни хрена история не про удовольствие совершенно точно это история про личную мотивацию про личный интерес и умение поставить себя в своей жизни на первое место я считаю что это критически важный навык то есть дело не в лишних килограммах дело не в этом дело в том что в возможности человека выбирать делать то что ему как бы не хочется эмоционально но понимать что для него это важно понимаете что большинство людей они предпочитают идти по приятному пути да мы один раз кушали пирожное да нам приятно мы так постепенно это переходит в ящик пирожных в диабет короче и в прочие штуки которые совершенно точно не идут нам в пользу человек у которого есть навык тренировок у которого есть навык переступать через не хочу у которого есть навык преодоления какой-то боли дозированной правильной у него не будет никогда таких проблем совершенно точно потому что он уже умеет разделять то что мне надо действительно на самом деле это что я хочу прямо сейчас есть ее минутные желания они обычно обычно они нам но не идут в помощь скажем так, особенно, когда эти сиюминутные желания переходят в привычку, вот, потому что как мозг мы будем вечно хотеть сахара и нихуя не делать, потому что мы хотим как можно больше получить и не делать ничего, вот, на уровне нейромедиаторов, в принципе, достаточно просто это реализовать через еду, вот, другие виды удовольствия, они уже чуть сложнее, потому что там надо все-таки что-то предпринимать, как минимум шевелиться, это я сейчас там, если что, про секс или какие-нибудь достижения или еще про что-то, то есть на самом деле можно по-разному получать нейромедиаторы счастья и радости. Так, значит, про полезные привычки, там, про полезную еду, то же самое, то есть я не хочу говорить про диету или про то, что всем надо есть щавель, блядь, или там какую-нибудь траву, там, я не знаю, или быть вегетарианцем или еще что-то вроде, ни в коем случае, то есть вы такого никогда от меня не услышите, я за индивидуальный путь в этом вопросе, на самом деле есть уже сто пятьсот исследований и тестов, которые подтверждают, какая диета является идеальной именно для вас, я за движение вот в ту сторону, то есть против идей, но за движение того, куда именно мне надо, а это можно измерить и доказать на сегодняшний день, блядь, цифрами, поэтому не надо гадать с диетами, просто поедите, сдайте профиль и все будет понятно и просто. Я хочу говорить о том, что если у человека есть навык выбирать, что к нему поступает, собственно говоря, в рот и в желудок, это говорит о том, что этот человек адекватный, внятный, понятный, о том, что его жизнью еще не управляют те микроорганизмы, те паразиты, которые заставляют его кушать всякую гадость, это говорит о том, что он внутри себя и он умеет разделить опять-таки сиюминутные, сиюсекундные желания от того, что действительно им руководит. Мало того, у него есть навык саморефлексии, то есть наблюдением за тем, что он, выполняя определенные действия, приводит к себя к определенному результату. И, соответственно, вот та точка, где он есть здесь и сейчас, это есть ровно то, что он выбрал. И это о пользе привычек, да, то есть начинается с простого на самом деле, типа начинается с какой-то одной вещи, что, например, это я не буду делать, потому что это мне вредит, я буду делать вот это, потому что это мне полезно. И если человек на каждый входящий продукт будет смотреть полезен, вреден, то, в принципе, там достаточно быстро он с этим разберется. То есть свои вот эти вот хотелки, короче, свои какие-то неадекватные желания, он, ну, как бы совершенно четко будет подвергать сухому анализу, да. То есть с такими людьми очень, ну, полезно дружить, общаться, наблюдать за ними, вот. Именно таких людей хочется брать на работу, именно с такими людьми хочется проводить время, потому что они веселые, потому что они говорят о возможностях, потому что они говорят о том, что они сделали в своей жизни. Большинству людей, ну, нечего рассказать про свою жизнь, поэтому они что делают? Обсуждают жизнь других, да, правильно, потому что в свои нихуя нет и заглянуть страшно. Вот, поэтому намного проще обсуждать чужую жопу, вместо того, чтобы посмотреть на свою. Да, поэтому если мы говорим о пользе привычек полезных, о которых, ну, как бы, собственно говоря, тема ролика, да, экспорта, то я считаю, что в первую очередь эта тема сугубо психологическая, а последствия в виде там красивого тела, хорошего самочувствия, об отсутствии депрессии, о развитии мозга, о всяких отсутствии всяких жутких заболеваний, о которых мы все знаем и слышим, это уже приятная побочка ваших, вашего психологического состояния, вашего участия, собственно говоря, в своей собственной жизни. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы, чтобы что? Чтобы вы мне в комментариях написали, какие полезные привычки есть у вас, какие вредные привычки есть у вас. Кстати, есть такая пословица, привычка, она хороший союзник, но хуёвый хозяин. Вот, да, обратите внимание, где привычка ваш хозяин и насколько это работает для вас. Я бы был очень вам признателен, если бы вы поделились этим в комментариях, это критически важно, потому что те люди, которые будут смотреть, они посмотрят в комментарии, если они увидят там истории то, чего когда-то у кого-то получилось, они чуть больше поверят в себя, ведь это и смысл существования нашего канала, для того, чтобы он смог разрушить свои собственные ограничения и свои рамки, выйти за них, вдохновляясь другими людьми. К сожалению, идеальная картина – это, конечно же, когда человек вдохновляется собой в будущем. Но пока не все так умеют, пускай хотя бы внешнюю мотивацию используют первое время, возможно, она будет хорошим топливом для рывка вперед. И поделитесь этим роликом с кем-то, потому что канал у нас свободный, нецензурный, непопулярный, вот, поэтому только с вашей темой, с помощью ваших лайков, поделиться ваших донатов и подписки на Patreon мы можем развиваться. Благодарю вас за просмотр, друзья, до скорых встреч. Опять я стакан чая, чай-то не пьется, пока говорю. Субтитры сделал DimaTorzok